Дорогие друзья, сегодня у нас 14 декабря, четверг, утро действительно доброе, поскольку вчерашнее заседание ФРС было, наверное, самым позитивным за последние несколько лет, и Паул удивил нас своей благожелательностью. И в целом то, что вчера объявил ФРС, и я это светил в своем канале, повторю некоторые вещи из этого, в целом все складывается позитивно, и рынок, как мы и ожидали, позитивно на это отреагировал, а об этом давайте пройдемся по некоторым параметрам того, что вчера было объявлено на спичи Паула и как результат вчерашнего заседания. То есть ФРС пересмотрел темпы роста экономики в сторону повышения, опять же сказал о мягкой посадке, снизил прогноз по инфляции и, соответственно, понизил свою целевую, свою цель по процентной ставке, которая теперь предусматривает трехкратное снижение процентной ставки на четверть процента, и, соответственно, как результат мы увидим где-то 4,6-4,4-4,6 процента. Мы увидим такую процентную ставку на конец 2024 года. Опять же, все это позитивно, как и то, что Паул вчера заявил, что теперь, когда, в принципе, все у нас показывает на то, что инфляция замедляется, самое время пересмотреть политику в сторону снижения процентной ставки. Это было заявлено прямым текстом, и, соответственно, на этом рынок вчера и поднялся. Поэтому, в целом, сейчас мы видим рынок, который близок к своим максимумам. Он 50 пунктов недостает в S&P до, скажем так, до абсолютного максимума. Сильно вчера поднялся Dow Jones, как и у нас, так и особенно сильно поднялся Russell 2000. Поэтому мы сейчас видим волатильность на таких multi-year минимумах. Мы видим также, что все медвежьи инструменты тоже попадали. И, в целом, все как бы для рынка позитивно, как доходность десятилетних облигаций, которая упала вчера к 4%, тоже как результат вчерашнего заявления Паула и результатов заседания ФРС. Поэтому все выглядит достаточно позитивно. Но, опять же, может ли оно так долго продолжаться, поскольку, вот, если посмотреть, например, на некоторые акции, вот, я вчера, вот, здравым глазом посмотрел, вот, на компанию ФРМ. Компания, один из пионер бизнеса Buy Now, Pay Later или BPNL. И вот данная компания, вот, вчера поднялась за день на 12%. Понятно, что для нее процесс снижения процентной ставки будет позитивным, будет на нее оказывать благоприятствующее влияние. Но, вот, если мы посмотрим на финансовые показатели данной компании, то мы увидим, что, согласно ожиданиям, она и в текущем году, и в будущем году будет показывать отрицательный результат. И, если мы смотрим на ее состояние долгов, то мы видим, у них 3,5 миллиарда долга. Понятно, что платить по долгам нужно будет меньше, поскольку, ну, действительно, процентная ставка будет понижаться. Но, тем не менее, платить все равно надо. И я не понимаю, как убыточная компания, которая остается убыточной, ну, по-прежнему, как бы, торгуется с достаточно высокими мультипликаторами. Если мы на нее посмотрим, при капитализации 13,4 и при продажах, давайте посмотрим, продажи у нее 13,4, это капитализация, продажи 2,4. То есть, торгуется соотношением, соотношением продаж, капитализация к продажам 6. То есть, ну, как бы, это не так много, но это и не так мало. Поэтому, в целом, конечно, мы будем иметь опять сейчас дело с такими, ну, скажем так, оптимистичными движениями, каковы были в 21-20-х годах, которые, на самом деле, надувают пузырь, как это в свое время было с компанией UPST. Давайте, к слову сказать, посмотрим, как она себя вчера вела. Вот она поднялась вчера на 7 долларов. Это был очень массовый, конечно, шорт-сквиз, если мы на нее посмотрим. Вот, да, действительно, плюс 20% за день. Если мы посмотрим, вот, на самом деле, а есть ли у нее там шорт-флот, что такой шорт-сквиз действительно был, да, у компании шорт-флот 42%. Отсюда, вот, вчера и такое движение. Потому что, реально, все сейчас, вот, это спекулятивное, все, вот, акции роста должны пойти наверх. Некоторые из них уже поднялись, некоторые из них будут подниматься сейчас. Но, вот, особенно, такие компании, как UPST, AFRM, это, вот, компании, которые покажут, какой экстремальный рост. Давайте посмотрим, как, вот, и я, тоже компания с большим шорт-флотом вчера повела себя, ну, как-то достаточно скромно почему-то. Поэтому, в целом, наверное, до конца года, до которого осталось реально, если сегодня у нас 14 число, две недели осталось до конца текущего календарного года, мы, скорее всего, увидим пробой абсолютного максимума по рынку, после чего, наверное, увидим какой-то технический откат. Все равно будет иметь место какая-то продажа, вот, компаний, которые сильно упали за год. И, как бы, эти компании, как я уже говорил, снова начнут покупать в начале следующего года. Наверное, будут тоже фиксироваться в каких-то сильных компаниях. Потому что, посмотреть на компании, которые находятся на своем годовом максимуме, в целом, и, к примеру, такая компания, как Кайнет, она вчера, видите, закрыла день, минус там, ну, в нуле практически закрыла день. Потому что упор был сделан, конечно, вчера инвесторы откупали, вот, все, что сильно просело. Поэтому, действительно, есть куча интересных компаний, которые сегодня, скорее всего, будут продолжать свой рост. Поэтому, действительно, это очень интересно. Тоже вчера жила, вот, я обратил внимание, компания PayPal, которая поднялась на 3 доллара, пробила отметку в 60 долларов. И, в целом, как бы, ну, рынок выглядит достаточно позитивно. Настолько позитивно, как даже я этого не представлял, когда вам говорил об этом ранее. А что касается инфляции, вот, я вчера, вот, интересную такую вещь прочитал. Что, вот, как я уже говорил вчера, что в инфляции, вот, 30, более 30% составляет, вот, именно тот элемент, который называется у нас rentals, rentals cost, да, то есть стоимость аренды. Да, но, вот, главная, вот, часть в этом, это equivalent of the owning, ну, equivalent владения домом, да, вот, то есть если оценивается та цена, которую люди платят за аренду дома, которые, вот, например, они бы имели. То есть, ну, имеется в виду, что если люди продадут свой дом, то сколько им обойдется аренда вот такого же дома. Ну, опять же, дома редко арендуют, арендуют, как правило, квартиры. Но, опять же, вот это замещение, вот, текущей стоимости, это, вот, одна из самых высоких частей вот этого rentals, вот, составляющей инфляции. И, опять же, вот, объясню, почему это происходит, потому что достаточно высокая ставка по ипотеке, и продавцам невыгодно сейчас, даже если они планировали купить более хороший дом, им невыгодно продавать свой текущий дом, поскольку они, скажем так, зафиксировали низкую процентную ставку на 30 лет. Если они продадут сейчас свой дом, даже по очень хорошей цене, то, чтобы купить что-то новое, им тоже придется заплатить высокую цену, плюс процентная ставка будет у них около 7%. Поэтому, на самом деле, вот это и создает тот прецедент высокой составляющей аренды, которая по-прежнему влияет на инфляцию. И, как только процентная ставка начнет сокращаться, как только произойдет первое снижение процентной ставки, и, мне кажется, сразу же пойдет вниз и процент по ипотеке, и, соответственно, составляющая аренды тоже начнет падать, как и повлияет на инфляцию, которая действительно, по мнению ФРС, где-то достигнет 2,5% в конце 2024 года. Поэтому планы по инфляции достаточно оптимистичные, как и планы по самому рынку. Мне кажется, то, что убыточные акции сейчас растут в цене, это говорит о том, что есть какие-то позитивные ожидания, что эти компании, по крайней мере, будут свои убытки сокращать или даже выйдут на уровень прибыльности. Поэтому, в целом, вот в рынке сейчас царит такой оптимизм, конечно, имеет место fear of missing out, когда инвесторы боятся упустить вот такие движения. Вот они увидели, как я вам показал, как UPST поднялась там на 20% в один день, и понятно, что все хотят туда успеть заскочить, что может она и сегодня поднимется. Но, опять же, такие вещи бывают крайне редко, может произойти какое-то отрезвление, потому что все равно, даже при том, что процентная ставка будет понижаться, акции по-прежнему переоценены за малым исключением. Поэтому, конечно же, какой-то излишний оптимизм имеет место быть или как-то тоже называют irrational exuberance. Это все, что я хотел вам рассказать сегодня. С вами был Саймон Брагинский. Всем удачного дня. До новых встреч и до свидания.